Здравствуйте! Вы смотрите проект Теледоктор на первом городском телеканале. В студии, как всегда, работает Николай Малкович. Ну что ж, летний сезон несет с собой огромное количество всевозможных активностей и прекрасного отдыха на свежем воздухе. Ну и, как следствие, несет с собой также возможность столкнуться с опасностями, которые сам по себе представляет летний сезон в, соответственно, этот период. Если брать количество заболеваний, характерных для летнего периода, также большое количество носителей, распространяющих данные заболевания, будут для него характерными. Поэтому сегодня поговорить на эту тему мы пригласили хорошего специалиста, врач-инфекционист, заведующий лечебно-диагностического центра «Медиком Кривбаз» Сергей Ткаченко. Здравствуйте. Добрый вечер. Итак, говорим сегодня о клещах непосредственно. И не только о клещах, потому как мы с вами для себя выбрали тему клещевого боррелиоза. Но не только, как я от вас уже узнал вне нашего эфира, клещи являются переносчиками данного заболевания. Расскажите чуть более детально, что такое сам по себе боррелиоз и какие характерные для него есть особенности. Клещевой боррелиоз – это инфекционное заболевание, которое вызывается боррелией. Это такой громотрицательный микроорганизм, это спирохета, который вызывается клещами. Но кроме клеща есть еще в природе возбудители, вернее, есть организмы, которые могут служить. Оленья кровососка, например, может быть причиной передачи клещевого боррелиоза. Допускают, что и другие разновидности слепней могут быть также причиной передачи клещевого боррелиоза. Вообще эта инфекция не очень имеет большую историю, так как только в 1975 году заметили, стало известно об этом заболевании. Впервые случаи ювелирного артрита зарегистрированы у детей в городе Олд Лайм, отчего второе название заболевания – болезнь Лайма, это штат Коннектик, в Соединенных Штатах Америки. Мамы обратились с жалобами, что у детей есть поражение суставов. И с этого момента началось исследование данного заболевания. И в 1982 году уже Бордерфер открыл возбудителя, вот эту спирохету. Заболевание, оно очень полиморфно и имеет клинику, так как поражает. Если изначально считали, что диагностировали заболевание по кальцевидной эритеме, которая появляется после укуса клеща, то в последнее время стало известно, что заболевание может вызывать поражение практически всех органов и систем. Так, например, если после укуса клеща боррелии попадают в организм, первоначально проходит определенный инкубационный период, в среднем этот инкубационный период длится от 3 дней до 1 месяца, но описаны случаи и более пролонгированного инкубационного периода, более 50 дней. И вот после этого периода инкубационного накопления возбудителя в тканях организма, как правило, появляется кальцевидная эритема. Это такой участок покраснения кожи, он специфический, в центре немножко светлее, по периферии он имеет такое кольцо. Хотя форма этой эритемы, она может быть не всегда и правильная, кальцевидная, может иметь и овальную форму. И вот по этой эритеме чаще диагностируется болезнь. Но эритема встречается примерно в 30-60% случаев и не всегда сопровождает заболевание. Иногда больные обращаются абсолютно с другой клиникой. И только при исследовании иммунологическом удается поставить правильный диагноз. После образования эритемы, ну уже классический вариант, после образования эритемы кальцевидной, проходит определенный период, может заболевание носить острую фазу. Острая фаза протекает как общеинфекционное заболевание. То есть это может быть клиника, характерная для простудного заболевания, с насморком, с высокой температурой, с интоксикационным синдромом, который сопровождается ломотой в теле, мышечными болями, суставной болью, головной болью. Это общеинфекционный синдром, который характерен для многих заболеваний, в том числе и для клещевого боррелиоза. То есть изначально выявить, что это прямо боррелиоз, не всегда возможно? Патогномоничным является только эритема, то есть красное пятно. Это, я прошу прощения, вместе укуса? Да, эритема изначально возникает вместе укуса. Вместе укуса возникает эритема. Но эритема бывает не у всех больных, и эритема это приходящее. Это кольцо может расти, в динамике увеличиваться, а потом исчезать. Кольцо исчезает, и первый острый период может проходить. Он проходит в течение 2-3 недель. Вот это прошла лихорадка, больной переболел, потом ему стало лучше. Эритема ушла, но болезнь сама не ушла. Если она не была диагностирована, то заболевание не ушло. И уже спустя 4 недели проявляется следующая фаза заболевания, которая характеризуется, может протекать и с повышением температуры, может без повышения температуры. Но она уже характеризуется генерализацией инфекции и поражением других органов и систем. Чаще страдает сердечно-сосудистая система, нервная система и суставы. Что происходит с нервной системой человека, когда подвержены заболеваниям? Самое опасное поражение – это менингит или менингенцефалит. Это то, что диагностируется быстрее докторами. Но если идут неврологические нарушения в виде поражения черепно-мозговых нервов, скажем, лицевого нерва или тройничного нерва, глазодвигательных нервов, то здесь может быть симптоматика не столь обширная. Если есть, скажем, какие-то радикулоневриты, которые сопровождаются болью в шейном отделе позвоночника, они могут, или в грудном отделе позвоночника, они могут ложно диагностировать как проявление шейного или грудного радикулита. На самом деле это клиника клещевого боррелиоза, связанная с поражением нервов, с поражением миелиновых оболочек нервов. И если, скажем, идет поражение вещества головного мозга, то здесь уже есть клиника энцефалита или клиника менингенцефалита. Выраженные головные боли, на высоте головных болей, учитывая, что повышается внутримозговое давление, клинически это может уже проявляться и рвотой, и вплоть до того, что наступает отек набухания головного мозга, и человек таким образом может поступить уже в тяжелом состоянии, прямо в реанимационное отделение. Также сердечно-сосудистые поражения при данном заболевании, они характеризуются поражением проводящей системы сердца. Здесь развиваются различные нарушения ритма, экстрасистолии, атриометрикулярная блокада. Это клиника миокардитов, клиника перикардитов, то есть может воспаляться не только миокард, но и сердечная сорочка, поражение перикарда. И такие больные поступают, если в начальном периоде у них не была определена эритема, то такие больные могут поступать изначально в отделение кардиологии или в отделение терапии. На самом деле это может быть работой инфекции. Да, эта работа может быть именно связана с боррелией. Ну, в зависимости, еще я хотел бы сказать, что в зависимости от того, существует большое многообразие боррелей в природе. И в зависимости от того, каким возбудителем вызвано заболевание, там или боррелей и бордерферий, там или боррелей и гориньи, там, авзельи и так далее, и клиническая картина будет немножко отличаться. Вот, скажем, там, борреля бордерферия, она чаще вызывает поражение суставов, вот, и авзелья вызывает поражение кожного покрова и так далее. То есть здесь идет отличие уже в зависимости от того, каким сероваром был инфицирован человек. Ну, в общем-то, если заболевание не диагностировано вот в острую фазу до месяца, оно постепенно переходит это течение, ну, до трех месяцев это подострое течение. Если оно затягивается до полугода, то оно переходит уже в хроническое. И здесь, как правило, в стадию хронизации выступает поражение уже всех органов и систем. Могут быть и гепатиты, может быть поражение почек, вот, может быть поражение кожного покрова, но оно уже носит эритема, которая исчезла, она снова появляется эритема, но она появляется уже не такая эритема кольцевидная. Здесь уже могут, и она может появляться уже абсолютно в других местах, вот, она носит распространенный характер, могут появляться дочерние эритемы, она истощает кожный покров, потому что патогенетически боррелия, попадая в организм, она в основном обитает в протоках, лимфатических протоках и протоках мелких сосудов, мелких капилляров. Она повреждает эндотелий, сосудистый эндотелий, там происходят необратимые изменения, боррелия вступает, с боррелией вступают в борьбу, иммунитет вырабатывается нестерильный, то есть работает и гуморальный, и клеточный иммунитет. Клетки, так называемые Т-лимфоциты, вступая в борьбу с боррелиями, образуются комплексы, циркулирующие иммунные комплексы. И вот эти циркулирующие иммунные комплексы, откладываясь под эндотелием мелких сосудов, они привлекают туда массу клеток в организме, осуществляющих надзор. И происходит такой иммунологический ответ, который в конечном итоге приводит к поражению сосудов, мелких сосудов, воскулиты. Вот эти воскулиты, при поражении мелких сосудов нарушается трофика кожного покрова. Кожный покров не получает соответствующего питания, и в конечном итоге со временем атрофируется. Появляются эритематозные такие же пятна, с локализацией на локтях, и чаще всего где-то на сгибах. И в этом случае идет атрофия кожного покрова. Кожный покров превращается в папироса. Как говорят у нас, папиросная бумага. Вот напоминает таким образом. Да, понимаю. То есть большое количество выходящих последствий из этого заболевания мы можем иметь, если это все запустить до какой-то определенной хронической фазы. Давайте поговорим немного о лечении. Насколько вообще изучена эта проблема, и как она лечится, насколько затягивается период лечения. Ну, лечение боррелиоза, оно успешно. Успешно, если заболевание диагностировано в первый месяц. То есть если до 30 дней диагностировано заболевание, оно подается лечению. Оно подается лечению. Здесь в основном антибактериальная терапия. Самым эффективным на сегодняшний день считаются препараты тетрациклиновой группы. Ну, тетрациклиновая группа не может применяться у детей. Хотя в данном случае, скажем, препараты тетрациклина одноразово для профилактики могут даваться детям до 8 лет. А у детей используется группа амоксицелиновый препарат амоксицелин и группа цифалоспориновые антибиотики. В крайнем случае используют группу макролидов. Но это антибактериальная терапия, которая длится стандартно в течение 21 дня. Примерно 21 день. В случае, когда заболевание диагностировано поздно, или если в процесс вовлекается нервная система, сердечно-сосудистая система, если есть полиорганные поражения многих органов и систем, тогда проналогируют антибактериальную терапию до 1 месяца. И желательно уже получать, ну таким больным назначают обычно антибиотики уже путем внутривенного введения. Если, скажем, при легком течении заболевания можно ограничиться приемом таблетированных препаратов, то здесь это все будет проходить в стационаре и обязательно с внутривенным введением антибиотиков. Если же заболевание диагностировано поздно, то курсы антибактериальной терапии, они могут быть более длительными и менее эффективными. В этом плане я думаю, что я не могу поделиться опытом, потому что, наверное, и в Украине такие случаи хронического боррелиоза, они недостаточно изучены и нет такого большого накопленного опыта. Да, наверное, не только в Украине, потому что заболевание, оно каждым годом открываются какие-то новые моменты в клинике этого заболевания. Как оно протекает. Даже по клинической картине, как заболевание протекало и что выступало на первый план еще 10 лет назад, были одни рекомендации. Сейчас эти рекомендации немножко меняются. В основном законодателями тут являются американцы, потому что там чаще встречается это заболевание. У нас в Украине фиксируют порядка 4,5 случаев заболевания в год. Но, естественно, что эта статистика, она далека от истинной картины, потому что... Многие приходят, да? Как правило, да. Как правило, попадают те случаи, которые диагностируют по наличию эритемы. То есть появилась эритема после укуса клеща, если человек сам снял клеща, а если он не увидел клеща. И здесь такой важный момент, я бы сказал бы, что сам клещ, он проделывает в процессе своего развития, проделывает определенные стадии. Он тоже... Клещ появляется там из яйца, так как и проделывают стадию от яйца до нимфы, до личинки, вернее, личинки, лимфы, нимфы и имага. Стадия имага – это уже стадия взрослого организма. И вот эти стадии, как проделывает личинка, как нимфа себя ведет, вот чем она питается, вот может ли она внедряться через кожный покров и быть источником инфицирования. Вот эти все вопросы, они сегодня до конца не изучены. Но вероятнее всего, что и личинка, и нимфа могут быть источником инфицирования человека. И в этих случаях мы можем пропускать, абсолютно не диагностировать эти случаи. Потому что мы обращаем внимание только тогда, когда мы снимаем клеща. А если мы не снимаем клеща, а человек приходит, а у него есть эритема. Ну, тут уже как бы легче диагностировать. А если нет эритемы, то вопрос диагностики, он выглядит немножко сложнее. Спасибо вам большое, Сергей Игоревич, что вы сегодня наведались к нам в эфир. Мы с вами поговорили так достаточно обширно, услышали о том, что имеет разные стадии данное заболевание. И все-таки нужно контролировать собственный кожный покров. Друзья, хочу обратиться ко всем нашим зрителям. И напомнить, что сегодня с нами в гостях у проекта «Теледоктор» был заведующий лечебно-диагностического центра «Медиком Кривбас» врач-инфекционист Сергей Ткаченко. Спасибо. Да. На этом будем заканчивать наш проект. Но, тем не менее, друзья, есть еще один сюжетик, в котором тоже не менее серьезное заболевание, такое как энцефалит, которое также от подобных носителей передается, будет освещено. На этом все. Следите за собственным здоровьем. Энцефалит – болезнь лайма. Последствия укуса клеща ужасают. И страшнее то, что каждое пятое насекомое заразное. Самое большое количество клещей припадает на апрель-май. Они восстают после зимней спячки и ищут жертву, чтобы насытиться свежей кровью. Клещей есть большое количество разновидностей разных. Среди них выделяются как те виды клещей, которые опасны для человека именно возможностью перенесения инфекционных агентов и в последующем развитии инфекционного заболевания. Или те, которые в этом плане относительно безопасны, но по другим своим чертам они, в общем-то, тоже причиняют определенные проблемы. Есть такие разновидности, как иксодовые клещи, неиксодовые клещи. Вообще их очень много. Это занимаются этим энтомологи. Многие ошибочно думают, что обитают клещи на деревьях. На самом деле они живут в траве и в кустах. Учуяв тепло, у человека эти паукообразные сразу на него падают. А дальше, как повезло, если человек заметит вовремя и быстро его встряхнет, опасность удастся избежать. В ином случае он присосется к коже и будет это делать до того момента, пока не напьется крови сполна. Это невысокая высота, это метр условно, метр максимум полтора. То есть вот цветы или там трава, ну такие цветы вряд ли, конечно. Но вот трава, влажная трава, там где мы ходим босыми ногами, чтобы кожа была открытая, вот это опасно. Ну и кустарник, вот лиственные особенно, да, вот кустарник, вот это их, конечно, территория обитания. Когда человек проходит в такой зоне, по такой территории, то они чуют термическое излучение, инфракрасное излучение, то есть тепло от человека, и они ощущают запах человеческого тела. И это их привлекает, и они стараются просто упасть. То есть они не могут заползать, они не могут прыгнуть, да, например, с высоты на какую-то, снизу на какую-то высоту. Они падают на человека и стараются своими щупальцами зацепиться за одежду. И даже достав его вовремя и целиком, не будет гарантии, что за это время клещ не заразил человек инфекцией. Поэтому важно во время похода на природу закрывать максимально тело одеждой, а в случае чего сразу обратиться к медикам за помощью. Елена Трунова, Максим Бовчалюк, Николай Нечапуренко, Первый городской. Редактор субтитров А.Семкин